всем привет сейчас немножко подожду пока кто-нибудь зайдет присоединится пока хочется рассказать про свое состояние после того как я поделилась новостью да в сторис сделал какое-то признание привет кто присоединяется вот после того как я сделала спасибо после того как я сделала признание в сторис я чувствую себя очень радостно у меня такое какое-то есть спокойствие есть какая-то уверенность и гордость что ли за себя не знаю как это называется освобождение чувства вот и вообще хочется в этом эфире просто поболтать с вами да рассказать какую-то свою историю более подробно рассказать про мой путь да в отношениях и я буду рада если вы зададите какие-то вопросы вот если я посчитаю нужным я на них отвечу естественно вот немножко это все волнительно всем привет кто присоединяется то есть как бы вроде как это все уже проработано да отпущено но все равно есть некоторые волнения сейчас вот короче давайте начнем с того что я вообще расскажу в принципе эту историю да я немножко буду блин пишет просто эти комплименты расскажу свою историю этих отношений да как я сейчас к этому всему отношусь и может быть это кому-то будет полезно потому что я знаю что вот эта вот проблема нездоровых отношений она ну касается каждого первого и каждый хоть раз в жизни переживал какое-то тяжелое расставание да и у каждого в жизни был какой-то переломный этап вот поэтому сохрани эфир эту работу ладно я подумаю возможно сохранил блин сложно начать я у меня до сих пор даже ладошки чуть-чуть вспотели буду рада если будьте какие-то вопросы задавать хочу чтобы это было ну как бы немножко формат диалога чтобы не только я до болтала вот и рассказывал как вебинар какой-то чтобы мы с вами пообщались короче начнем с того что вы уже знаете да что у меня есть бывшая девушка которая сейчас участвует в шоу и это шоу называется пацанки ее зовут кира когда мы были вместе ее звали настя после того как мы расстались да там связи со своими обстоятельствами она сменила имя вот и сейчас ее зовут кира когда мы еще были вместе но кстати мне про это говорил что ей всегда нравилось это имя и она хотела его поменять в общем познакомились мы в спортивном зале и какое-то время она мне была симпатична я хотела с ней больше общаться да как-то подружиться вот и спустя там полгода мы начали близко дружить общаться связались какие-то отношения был период когда ей негде положить ну то есть они съехали со своей там знакомой из квартиры и она попросила перекантовать какое-то время у меня вот и так все и началось по сути мы начали больше проводить времени вместе и вот появилась какая-то влюбленность и начались отношения на самом деле все в первое время было классно и это такое я думаю каждый испытывал такое чувство влюбленности да когда бабушки в животе типа тоже сильно волнуешься при встрече ты хочешь понравится ты хочешь ну как-то угодить что ли такая немножко скажем слепая любовь это нормально по сути в начале отношений вот но это не должно затмевать все то есть не должно быть такого что до бабушки в животе это ред флаг потому что на самом деле любовь и такая теплая теплая любовь она строится на спокойствие на комфорте рядом с друг другом блин очень приятно то что вы заходите и пишите какие-то приятные комментарии спасибо вот и поначалу все было вроде как классно да там очень много времени с друг другом проводили но потом в какой-то момент вот эти ред флаги так сказать были до какой-то контроль какие-то манипуляции но и ни в коем случае сейчас не хочу обсирать до этого человека или как-то ну говорить какой-то негатив нет на самом деле я благодарна этому опыту и этому человеку за то что все это было моей жизни да значит так должно было случиться это огромный опыт для меня и если бы это со мной не случилось что я бы не была такой какая я сейчас есть я бы не обратилась к психологу я бы не проработал какие-то моменты то есть моя жизнь была бы совершенно другой и поэтому я этот опыт весь принимаю и благодарю жизнь как бы за это вот но я тоже на самом деле в какой-то степени виновата что все складывалось именно так потому что я допускала к себе такое отношение и я не устраивала личные границы да в этом есть моя ответственность то есть очень важно когда вы строите отношения между друг другом разговаривать и какие-то моменты которые вас не устраивают до обговаривать решать говорить например мне так не нравится давай договоримся что ты так не будешь делать мы придем компромиссу но у нас таких разговоров не было собственно в силу возраста потому что мне было на тот момент 16 17 18 лет и это ну такая типа время первой любви вот и она тоже была моложе получается она была на год меня старше было 17 18 19 такие малышки вот и мы не умели собственно общаться и тем более я тогда не интересовалась вообще психологией постепенно мы два года встречались годы ну почти два года там получилось год из которых мы прожили вместе мы снимали квартиру вот и все медленно но верно начало скатываться вот и часто были 40 какие-то в какой-то момент я поняла то что даже не знаю как объяснить я почувствовала как будто перещелкнула может быть что-то в голове то есть дошло резко дошло что так не должно быть то есть время которое я находилась в отношениях мне казалось что живут так все то есть все часто ссорятся у всех плохие отношения так сказать и я не понимала но я хотел чтобы это изменилось но я я в это верила что что-то может измениться но я не понимала ну как бы насколько далеко мы уже зашли да и поменять что-то будет маловероятно вот и в какой-то момент я уже приняла решение приняла решение что все я точно ухожу вот расставание было очень тяжелым на самом деле это можно сравнить с наркомановой наркотической ломкой потому что все равно во время качелей гормоны скачут да как то есть когда у вас отношения типа как качели очень яркие и сильные эмоции вызывает это все и ну как бы голова да психика к этому привыкает и уже без этого становится тяжело и кажется что жизнь серая ну то есть и смысла в ней нету но тем более мы были в таком слиянии сильном да то есть я понимаю на самом деле почему мы притянулись потому что я не умела выражать свою злость и я не умел отставить свои личные границы то есть мне нужен был человек у которого есть эта агрессия который может меня как-то защитить грубо говоря да как-то выражать мою злость который я запрещаю себе выражать вот а ей наверное но это мои только предположение ей наверное нужен был человек да с которым она может почувствовать себя любимой что ли плюс подтвердить ее какую-то часть что она такая клевая вот ну подкрепить может быть нарциссистическую какую-то часть у нас у всех есть нарциссическая часть просто у каждого она в своей мере выражена вот у кого-то явно да и им нужно подкрепление извне регулярно что они самые лучшие а у кого-то меньше выражена эта нарциссическая и нарциссическая часть вот поэтому как-то мы вот так вот притянулись к другу другу вот на самом деле были и крутые моменты да и классные и воспоминания есть хорошие но и плохие да тоже то есть я сейчас понимаю то что к этим ну к таким отношениям я уже не вернусь собственно после расставания с того что мне было тяжело я обратилась к психологу и была в терапии полтора года меня очень позабавило короче под одним постом увидела там где выложили фотку старую и там написано вы же не знаете что случилось ее бывшей девушкой может быть она с наркоманилась может быть она умерла может быть она суицидно все это как это читаю только думаю чел да нет у меня вроде все как в алюминии хорошо я выжила я это переработала вот то есть я потом пошла к психологу ходила к психологу полтора года мне очень сильно помогло очень сильно я прям стала другим человеком и ну как бы не только я видела какие-то изменения но и другие люди тоже то есть мне прям говорили маш ты меняешься даже если сравнить какие-то старые фотографии лица дальше все по-другому ну не важно то что я сделал там губы это другой но тем не менее ну как бы видно то что от психотерапии меняется даже лицо вот и в общем как бы этот период я прожила уже после нашего расставания прошло три с половиной года и вроде как ну мы не общались потому что все там было все отрезано все обратные пути там были обрезаны вот я не думаю что там следили особо друг за другом в соцсетях и в какой-то момент недавно я узнаю то что она на шоу на популярном она на пацанках ее взяли и она там участвует честно говоря после первой серии я как бы я даже не особо понимала что со мной происходит ну типа было такое состояние шоковое и вроде как блин да ну нет как будто этого ну как бы не может быть вот а потом вот особенно я не знаю кто из вас смотрел не смотрел первую серию да и там момент такой был когда она кричит типа да абьюзер это я и меня просто на этом моменте триггернула если честно вот ну я была в шоке просто я была в шоке я не знала как на это реагировать мне было очень интересно все смотреть да я погрузилась в прошлое отчасти из-за того что оказывается оказывается я не до конца все проработала с психологом то есть были моменты некоторые которые ну то есть знаете например вас что-то происходит и вы вместо того чтобы погрустить или позлиться вы такие ой все хорошо нет все нормально у меня все окей как бы тем самым вы не недопроживаете какие-то свои чувства и эмоции то есть переубеждаете себя что у вас все хорошо и потом ну как бы это же все копится это все закупориваются внутри и потом это в какой-то момент может вырваться вот у меня случился такой момент когда оказывается я ну там недопрожила какую-то грусть недопрожила какую-то злость в моменте расставания в моменте до после этих отношений и у меня после выхода там первых серий вот это все вернулось то есть я была в таком состоянии типа непонятно мне хотелось сидеть дома мне не особо хотелось там что-то веселиться общаться с друзьями работать с друзьями и работать тоже не особо хотелось вот но я сразу же вернулась к психологу и мы сейчас над этим работаем ну как бы я уже в принципе как вы видите да то что я рассказала это все в блоге но для меня это большой шаг на самом деле и я ну как бы не знаю хотела об этом и раньше рассказать но я не была готова но сейчас я прям чувствую внутреннюю уверенность то что да все в правильное время произошло и короче правильно я сделала то что рассказала мне от этого просто офигенно чувствую какое-то освобождение внутри вот на чем я остановилась вот работаю я сейчас психолога и допроживаю эти эмоции скажу наверное тоже насчет выпуска некоторые моменты да там у нее в визитке был такой момент что она рассказывала про наши отношения она рассказывала то что у нее был любимый человек в 17 лет и это она рассказывала ну как я понимаю про меня вот но там изобразили визитку то что там типа парень то есть якобы она встречалась с парнем такой пацан коротко стриженный в джейтиках и футболке был в визитке такая это чё я типа интересно ну ладно как бы я понимаю почему так происходит да это одна из тем которых я хотела затронуть вообще в принципе в этом эфире что из-за того что сейчас у нас на телике нельзя не русский он еще не русский да походу был этот парень который у меня изобразили одно лицо не видите не сходство короче из-за того что на телике запрещают сейчас пропаганду лгбт да хотя это вообще ну на самом деле это не как как это пропаганда ладно оставим эту тему да в общем из-за этого закона не показали я так понимаю меня ну с одной стороны мне насрать с другой стороны у меня такой типа блин как-то я пацан вот как-то не очень приятно на самом деле и все равно все это скрывается то есть я сейчас об этом рассказываю да и люди не глупые понимают то что большинство девчонок на этом проекте они причастны к лгбт то есть это глупо было бы отрицать потому что это ну очевидно да по их страничкам по их разговорам вот а после тебя она не могла с кем-то встречаться да я знаю то что вроде бы она с кем-то встречалась но по моему со мной у меня со мной у нее были самые длительные отношения и конкретно в том возрасте про который она говорила то есть я знаю что и у меня и у нее это была первая любовь и я знаю что конкретно этот опыт и и тоже травмировал вот историю да все что она рассказывала все правда все правда там был такой момент единственный который я хотела бы ну типа как-то разрешить опровергнуть что там короче она рассказывает вот я делаю то 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 с этим человеком потом я ее удерживала и потом следующий кадр где она уже в другой локации и длилось это два года то есть она рассказывает про те вещи которые она делала и некоторые люди подумали то что она удерживала меня на протяжении двух лет но это вообще не так то есть отношения длились примерно два года до но удерживала она там были момент некоторые которые мы ссоримся допустим я хочу уйти все это на эмоциях ссоры скандал сопли слюни короче классика и я хочу уйти и она допустим сама уходит ключ на ключ закрывает сама уходит такая посиди успокойся ну были такие моменты ссоры ну че поделать вот ну то есть такого что у меня там как некоторые подумали украли или что там забирали меня два года нет такого не было ни в коем случае ну то есть это уже какой-то абсурд это уже какая-то полностью на уголовное дело вот если у вас есть еще вопросы то задавайте я расскажу не стесняйтесь я я вот вообще не стесняюсь мне вообще уже больше нечего стесняться мне такое ощущение то что все мне уже ни за что не не заденешь я неуязвима вот все что хотела даст а кстати вот что хотела рассказать в общем последствия всех этих отношений до какие были у меня это то что когда мы встречались у меня был такой тип привязанности наверное это можно назвать тревожный то есть мы были в слиянии то есть не было тревожный если мы не рядом если мы больше дня не рядом это просто вот так вот не было то же самое потому что контроль то есть у нас был тревожный тип привязанности мы буквально были в слиянии вот а сейчас из-за того что вся эта ситуация ну как бы произошла в моей жизни весь этот опыт случился у меня сменился тип привязанности на избегающий и теперь мне достаточно сложно сближаться с людьми именно в романтическом плане да кстати кто-то не понял не очень я понятно написала в истории я не лесби я именно би мне нравится как парни так и девушки вот забыла чё же я говорю короче а то что у меня тип привязанности сейчас сменился на избегающий мне достаточно сложно сближаться с людьми в отношении потому что как только начинается симпатия в мою сторону да какие-то знаки внимания я сразу так давай чел давай держать дистанцию то есть мне возможно где-то внутри страшно что подобный опыт повторится хотя я знаю уже так сказать признаки начала нездоровых отношений я знаю что я в такие отношения больше никогда не попаду и что я не позволю к себе какого-то грубого неуважительного отношения поэтому у меня все будет хорошо в отношениях мне осталось только проработать вот эту вот часть что я избегаю этого на вот последний раз я ходила ну ну можно сказать на свидание чуть ли не полтора года назад вот и раньше как-то у меня было такое то что я в тиндере посижу и познакомлюсь и как то это то еще а сейчас я все закрылась монашка короче сейчас а сейчас в отношениях нет я сейчас не в отношениях и последние отношения у меня были и я не помню когда два года назад не знаю ну короче на свидание я ходила где-то летом прошлого года вот так вот так что если хотите позвать меня на свидание вот я в принципе сейчас открыта к отношениям и я бы хотела этого я бы хотела построить здоровые отношения но вот мне надо разобраться сначала со своим типом привязанности научиться доверять людям ну в принципе это все вылечивается в отношениях со здоровым типом привязанности то есть если я встречу человека у которого будет здоровый тип привязанности да то есть спокойно он будет в отношениях он будет мне доверять мы будем друг другу доверять вот то в принципе моя вот это вот избегающий тип привязанности он у меня вылечится сам по себе то есть даже ну без психотерапии вот но тем не менее я продолжу ходить к психологу вот она тебя привлекала как девушка или как девушка похожа на парня или просто в принципе как человек начну с того что когда мы познакомились мы в спортивном клубе где я занималась спортом и она занималась спортом она была более женственная чем она выглядит сейчас то есть у нее не было пирсингов у нее не было татуировок такое количество у нее были волосы нейтрального цвета примерно такой наверное длины вот в принципе она достаточно вела себя ну женственно какие-то черты у нее были женственные вот и потом со временем она ну еще в отношениях начала немножечко больше и больше больше добавлять мускулиности в свой образ в образ жизни вот а после того как мы расстались она вообще еще больше кардинально поменялась то есть она стала еще более мускулиной вот и она меня привлекала как девушка ну как бы это такой вопрос типа как девушка похожая на парня ну нет она меня привлекала как человек как девушка вот просто сейчас она выглядит прям очень мужественно да согласна что она сейчас выглядит мужественно потому что потому что потому что у нее стало много татуировок потому что у нее много пирсинга да там и стиль такой в одежде поэтому она выглядит мужественной плюс она похудела насколько я знаю на десять килограмм вот то есть когда мы встречались она была более женственная вот но это ее образ и она имеет на это право выглядит так как она хочет по сути ну в общем я говорю что вы бы наверное даже ее не узнали если бы я вам показала фотографии старые где она еще более женственная то есть вы бы ее даже не узнали мне кажется вот еще хочу сказать да свое мнение еще хочу сказать свое мнение по поводу шоу да вообще пацанках раньше наверное как и все я думала то что да блин ну в каких-то местах постанова да в каких-то местах по сценарию они что-нибудь там это говорят да но сейчас когда я смотрю шоу я прям ну вижу искренние эмоции все таки я да там знала этого человека достаточно хорошо я видела его эмоции я знаю когда когда ну то есть как-то по мимике что ли не знаю я представляю когда она искренне вот и на все моменты на шоу я вижу достаточно искренне вот то есть я бы не сказала что там есть какой-то сценарий что-то что-то такое типа что им говорят что-то сказать что их выводят понятное дело что у них есть провокация понятное дело что им сдавят алкоголь не просто так им нужны просмотры и им нужно шоу ну а уже пить этот алкоголь не пить это я так думаю это их выбор вот то есть никто в них я думаю не пихает и никто не заставляет потому что ну как бы делаю выводы по одной участнице да потому что как бы только ее я знала лично вот и могу про нее что-то говорить про других нет возможно кто-то играет на камеру возможно кому-то что-то говорят но в отношении киры я думаю что она искренне вот и ну насколько я это вижу и помню да по ее каким-то эмоциям по ее выражению вот так что я даже очень сильно удивлена что на телеке бывает так что это не постанова да какая то что это все реально и и очень интересно да вот эти все моменты что все имена все ситуации все ее родственники все хронологии событий в ее жизни это ну типа все правда это прям круто возможно кто-то набрал в визитке но я могу в отношении киры сказать то что это все правда и это очень круто это ну знаете как то шокирует что ли типа чего реально все правда и начинаешь верить в истории остальных девочек тоже и я смотрю это шоу ну как бы сейчас уже немножко по-другому что типа действительно очень сильно прониклась историями вот что-то еще хотела сказать если есть вопросы тоже можете задавать какие либо вообще кто-то меня спрашивал в директе типа какое у тебя сейчас отношение да там как ты относишься к этой всей ситуации сначала я была в шоке потом я приняла ну как бы пережила все эмоции которые недопрожила сейчас у меня отношение такое что я принимаю и отпускаю прошлое то есть я не злюсь на нее я ее там не обвиняю в чем то но какие то моменты до конца все таки я ну наверное не смогу простить ну где то внутри но сейчас у меня к ней хорошее отношение я желаю ей только лучшего я рада что она делает успехи на шоу как она занимается с психологом она вообще раньше очень плохо относилась к психологии очень плохо то есть она прям говорила что они все шарлатаны что они тебе промоют мозги и все такое ну то есть еще в конце отношений когда я хотела пойти к психологу я очень рада что у меня поменялось отношение к психологам к психотерапии что она сейчас так типа успешно проходит испытания на шоу которое у них есть я подписалась на психолога проекта любовь розенберг и мне она симпатизирует как человек как психолог как специалист вот то есть она вызывает доверие и мне кажется действительно что-то у девчонок в головах меняется какие-то гаечки подкручиваются и они много осознают свою жизнь то есть возможно те девчонки которые пробыли на шоу там 3-4 недели да или меньше они когда выходят ну мало у них что меняется тем более если они дальше не продолжают заниматься психотерапией но я уверена то что девчонки которые находятся на проекте там сколько у них я не знаю точно ну может 3-4 месяца наверное то у них очень сильно меняется как бы представление о жизни какие-то смыслы да проживается травмирующий опыт это вообще очень круто что вот такое есть вот тяжело было об этом всем рассказывать ну волнительно вчера было в сторис выкладывать это все сейчас кстати вообще не волнительно все это рассказывать вот я как-то уже вчера это рассказала об этом объявила в сторис сделала свое признание то есть для меня это признание тоже с психологом вчера разговаривали она говорит ну вот как бы ты это назвала типа доклад рассказ не знаю сочинение да там еще что-то и я говорю я бы это назвала признание вот то есть у меня такое к вам признание и я рада то что получила такой отклик я немножко переживала то что будет хейт какой-то ну даже если он будет мне вообще если честно все равно потому что для меня самое главное было это освободить себя что ли как-то вот так что сейчас нет не тяжело уже рассказывать я уже в практически полном принятии вот а вчера немножко волнительно если бы это было полгода назад или год назад было бы очень тяжело наверное рассказывать вот если бы это было три с половиной года назад я бы вообще ни за что бы в жизни про это не рассказала вот то есть я бы очень была ну и при расставании да я вот в очень стрессовом таком состоянии была даже после расставания я действительно много гуляла много тусила это было как раз лето я много алкоголя пила вот и ну могла там четыре раза на неделе просто уходить тусить да понятно что это лето да понятно что мне восемнадцать лет но действительно было очень тяжелое именно моральное состояние именно поэтому я уходила в гулянке чтобы немножко как-то забыться вот вот но потом это все прошло и сейчас я как видите я жива здорова у меня все хорошо вы поддерживаете иногда какой-то контакт или полностью прекратили общение мы полностью прекратили общение потому что расставались мы с полицией вот и можно сказать то что да мы полностью прекратили общение ну ну короче я не видела ее после расставания вообще один раз она как сказать ну подождала меня после экзамена встретила на улице да там и хотела как-то ну помириться мне тогда восемнадцать лет было поэтому говорю экзамена вот ну как бы все уже пути были закрыты не то что ну короче нам обеим было тяжело это расставание вот что я хочу сказать кайф я года два на тебя подписана после этих сторис как будто она у тебя узналась совсем с другой стороны ты большой молодец спасибо большое очень приятно то что вы пишете какие-то приятные слова да да я не хочу вот я не хочу показаться жертвой какой-то что типа ой посмотрите какая я бедная какое у меня какое мне было плохо нет вообще я хочу это показать совершенно с другой стороны я не жертва больше я больше не тряпка я очень сильный человек я очень ценю себя и свои личные границы привет привет вот то есть я очень ну как бы я не жертва все давно я уже не жертва я была такой но больше нет и не хочу ее выставить каким-то знаете ужасным человеком обосрать как-то нет у меня вообще нет такой задачи я знаю как бы что такое ну сейчас уже знаю что такое там психотравмы знаю почему так произошло поэтому я не сдусь вот как эти отношения сказались на твоей работе сейчас скажу в общем когда мы встречались я работала в фитнес-клубе и у меня была зарплата 12 тысяч рублей 12-15 плюс-минус и у нее тоже была какая-то работа когда мы жили вместе у нее была какая-то работа если честно я ну как бы до конца не знала кем она работает и чем она занимается ну как бы это как будто в тайне было не знаю короче вот и у нас там в сумме было ну тысяч 25 наверное плюс-минус в месяц при этом мы снимали квартиру за 14 надо было покушать у нас была собака и ну какое-то время я ходила ну там в старой куртке в старых вещах там кушали ну там небогато кушали да там было что купить макароны там не знаю яйца вот но мы жили вообще ну небогато ну в отношениях зато вместе вот такой вот шестнадцатилетний опыт да сепарации от родителей в том числе да вот поэтому ну как-то я ну мне было тяжело в этом да когда не хватает денег на то чтобы купить себе куртку или не хватает денежек для того чтобы там что-то вкусное покушать пиццу например заказать или еще что-то такое ну то есть ну я не жалуюсь мне на тот момент было все нормально более-менее вот но я поняла что я хочу большего что я не хочу так всю жизнь прожить вот и после там расставания прошло где-то полгода и и я все так же работала администратором фитнес-клубе и я подумала блин а я хочу ну мне нравятся брови почему бы не отучиться на брови меня в тот момент поддержала мама она мне дала взаймы денег на то чтобы я отучилась на брови и у меня просто была большая мотивация у меня была огромная мотивация не не жить как сказать не выживать вот у меня была мотивация больше позволять себе вот и я хотела на тот ну то есть после расставания я переехала обратно к маме и из-за того что я какое-то время там год жила уже отдельно от мамы обратно вернулась к маме это было тяжело то есть я хотела поскорее еще ну как бы съехать в собственное жилье то есть снимать начать что-то от мамы то есть отдельно жить вот и и у меня была большая короче мотивация мотивация начать жить по-другому мама в принципе нормально ну как бы у меня мама всегда более-менее нормально зарабатывала она работала мастером маникюра и после расставания она ну как бы меня приняла там помогла денежкой ну я вообще уже не хотела от нее брать деньги то есть можно сказать там в 17 лет я уже полностью перестала у нее брать деньги ну не знаю мне как-то ну я видела как она всю жизнь работает мне хотелось слезть с ее шеи что ли вот и начать самостоятельную жизнь и себя обеспечивать вот так сейчас прочитаем и вот так вот это все сказалось на моей работе то что у меня была большая мотивация я хотела в этом развиваться и мне было все равно там кто что обо мне подумает ну то есть да были в начале какие-то страхи но потом потихоньку они начали уходить мне ну как бы было стыдно мало зарабатывать ну то есть а не и жить там выживать нежели нежели делать какие-то сторисы репосты и так далее то есть я как-то сделала выбор в то чтобы вести свой блог и забить там может быть какой-то хейт да или мнение окружающих которые кто-то не ну которые я не спрашивала но они почему-то его говорят вот и просто начать развиваться в этом что потом стало с собакой собака мы вообще ее нашли это была хаски маленькая мы ее вместе с Настей нашли с Кирой вместе с Кирой нашли на улице вообще то есть она скорее всего сбежала с частного сектора мы честно искали хозяев но не нашли откуда она сбежала поэтому ее взяли себе она была где-то двухмесячная мы ее назвали Альфа вот мы думали что мы сможем ее оставить в себя она с нами прожила примерно полгода но потом мы поняли то что не работать мы не можем нормально потому что дома ее не оставить она все сгромила просто квартира была съемная не не обеспечить мы ее нормально не можем то есть хаске нужно хорошее воспитание да там ходить с ней на эти дрессировку ну короче на воспитание вот гулять с ней очень много нужно то есть у нас не было ресурсов на то чтобы ее обеспечивать и слава богу она не успела к нам так сильно привязаться то есть через полгодик где-то восьмимесячную мы ее отдали в частный дом в общем выставили объявление на авито отдали в частный дом где еще есть одна собака тоже хаске или по-моему маламут неважно вот и она там уже счастливо себя чувствовала то есть тяжело конечно было отдавать ее но это было необходимо потому что мы понимали что не вывозим когда случилась эта история отвернулся от себя кто-то из своих друзей или наоборот поддержали я сама всех оттолкнула то есть когда мы встречались как-то так все постепенно произошло что я меньше начала общаться со своей мамой вот то есть мы могли видеться раз в две недели раз в месяц ну опять же из-за скандалов из-за ссор в отношениях вот а с друзьями тоже я все меньше 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 начала общаться то есть когда я вышла с этих отношений можно сказать я была одна у меня была ну как бы приняла меня мама вот и ну много короче кого я обидела за время этих отношений из-за ссор да из-за того что допустим ну были какие-то ограничения еще что-то манипуляции вот после того как я вышла с этих отношений я наладила общение со своими подружками наладила отношения с мамой сейчас у меня с мамой вообще идеальные отношения то есть мы как два взрослых человека уважительно друг к другу относимся любим друг друга поддерживаем вот а друзья да многие ну простили какие-то моменты которые я некорректно там себя к ним вела вот и приняли меня обратно вот сейчас я уже знаю что я так бы не поступила вот ну в данный момент времени но если вы имеете а если это имеется в виду то что именно насчет ориентации все кому я рассказываю слава богу в моем окружении все адекватные люди и взрослые и такие теплые отзывчивые и мне ни разу не писали типа фу там что-то такое никто мне в жизни такого не ну не говорил и я очень благодарна за это потому что я знаю насколько тяжело другим людям открываться своим друзьям своим родственникам да говорить про свою ориентацию потому что их не их не принимают их не понимают вот и мне очень грустно всегда на такое смотреть вот я всегда очень ну как бы благодарна жизни за то что меня так принимают сейчас расчувствуюсь раньше ты активно была блог и последний год очень выпало отношения повлияли на это или ты просто выгорела не на самом деле сначала я просто выгорела ну то есть ну я выгорела да у меня было выгорание такое типа я полгода вообще ну не хотела даже заниматься бровями ну мало работать не хотела обучать на брови то есть из-за того что у меня была сильная мотивация в начале пути рабочего я прям пахала 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 и все в какой-то момент я прям и все организм уже сдох ну типа мне нужна была вот эта вот передышка и у меня было выгорание да вот именно от работы последние месяца полтора два это все да из-за того что я немножко назад подвыпала по моральному состоянию в те отношения мне надо было мне нужна была эта передышка и сейчас я как бы хочу вернуться у меня есть настроение на то чтобы вести блог видите даже в прямой эфир вышла я сейчас себя в принципе ну комфортно чувствую вот смотрю просто вопросы если кто-то хочет написать вопрос можете просилать в принципе вот еще какую тему я хотела сказать почему еще я долго не могла выйти из этих отношений да почему какое-то время я там терпела или думала что что-то изменится потому что вокруг я чувствовала что у всех происходит подобное то есть я много слышала истории от знакомых там от подружек видела на примере семей каких-то ну там вообще в принципе в нашем менталитете что у многих так многие терпят многие не находят общий язык многие почему-то продолжают жить вместе потому что у них ребенок потому что у них общее жилье потому что они привыкли потому что им страшно быть одинокими потому что они находятся в зависимости потому что они привыкли к таким качелям да гормональным ну то есть по каким-то причинам они не могут уйти и поэтому я тоже как бы долго не могла уйти у нас в россии это вообще да к чему я подхожу вообще в нашем менталитете как будто с детства закладывается что любовь это страдание любовь это боль любовь это притирка любовь это терпение но это не так любовь это теплое чувство хорошее и оно ни в коем случае не должно ассоциироваться с такими ужасными вещами как насилие боль терпение вина ну то есть это не те слова которыми должна характеризовываться любовь и любовь это не бабочки в животе как некоторые воспринимают это то есть нормальная любовь она должна быть спокойной она должна быть размеренной да так сказать не страстной и не на эмоциональных качелях вот то есть это уже более что-то такое благодарное классное и теплое вот а то что люди привыкли называть любовью бабочки в животе волнение перед встречей трясучка когда ты не можешь надышаться человеком когда ты хочешь с ним слиться это не любовь ну как бы да чувства похожи но на самом деле это просто зависимость и это очень опасная штука вот если вы уступаете в отношения там с людьми и эти отношения будут созависимы ну это возможно будет очень тяжело и из этого очень сложно выйти вот поэтому я за психотерапию я за то чтобы все люди приходили к нормальному пониманию адекватной любви да там не смотрели вот даже если блин посмотреть книги фильмы какие-нибудь где они бросают все но идут друг навстречу другу где они жертвуют чем-то ну блин это это трэш ну типа не должно быть так это не ок страдания ссоры вот это вот все это все еще воспитывается у нас с детства в менталитете но это не очень хорошо вот поэтому я за психотерапию за то чтобы люди прорабатывали свой тип привязанности за то чтобы любовь была спокойная теплая вот так кто-то что-то написал еще можно мне вопрос по работе я видела ты недавно проходил наставничество тебе помогло это в работе да я проходила наставничество у Маши Акоповой мне очень понравилось она мне очень помогла она мне помогла разобраться с головой чем мне дальше заниматься я сделала свое обучение которое мне нравится вести вот поэтому да мне очень помогло если хотите тоже пройти подобное обучение да то я можете обращаться ко мне я буду рада вот можете просто мне в директ что-нибудь черкануть и я вам отвечу давайте еще ну минут 5-10 я поотвечаю на вопросы прямо пишите и потом буду завершать эфир не знаю сохраню наверное я кстати когда ну типа думала что проведу этот эфир я такая думаю а если меня кто-то спросит дать совет девушкам которые находятся в подобных отношениях и тут такой вопрос дать совет какой-то какой-то девушкам которые находятся в похожих отношениях есть какие-то признаки по которым можно их определить я вам очень советую книжку она называется спасать или спасаться там есть главы 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 да главы про алкоголь про алкоголь про алкоголь зависимость вот это все это все можно перелеснуть и там есть главы про отношения со зависимым и любовь и там даже есть прям такие столбики где у тебя идет столбик про созависимость и где у тебя идет столбик про любовь просто я очень хорошо это запомнила то есть там в столбике про любовь допустим вы друг друга поддерживаете бла 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 в столбике просто зависимость вы друг друга контролируете боитесь то 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 ну короче спасать или спасаться называется книга Вот, и я когда это читала, у меня все пункты сошлись с пунктами созависимости, и я такая, прикол, конечно, то есть с этого началось моё осознание, что что-то тут не так, вот, и какой совет? Я не знаю, ну типа совет уйти я не могу дать, потому что все ситуации разные, вот, я даю совет не терпеть и обратиться к психологу, вот, что вот это будет самое то, то есть если вы уже на той точке отчаяния, когда вы не понимаете, что будет в дальнейшем, да, когда вы устали, когда вы каждый день ссоритесь и находитесь в ужасных отношениях, когда вы что-то терпите, обратитесь к психологу, это не так дорого, это 3000 рублей, одно занятие, есть за 2000 рублей можно найти, одно занятие в месяц, два-четыре занятия, и вы счастливы, ну, как бы, я думаю, что некоторые же в таких отношениях даже заканчивают жизнь самоубийством, да, поэтому это, наверное, вот эти 4-8 тысяч в месяц, это гораздо легче, ну, гораздо важнее, короче, эти деньги потратить, нежели потом вот так вот случилось, вот, то есть книжку, да, можете взять, посмотреть, и к психологу переставать терпеть, так, я написала, чтобы заскринить, посоветую психолога, я могу в личку скинуть своего психолога, могу других психологов посоветовать, я знаю, в нижнем есть центр П, по-моему, он называется, с психологами, там консультации по 2500-3000 рублей, вот, там хорошие психологи, потом могу контакт своей скинуть в психологине, вот, центр П, по-моему, называется, я в него три раза ходила вроде, вот, а к своей я хожу вот уже полтора года, и плюс полтора месяца, вот, блин, вообще кайфовый эфир получился, мне понравилось болтать про себя, да, рассказать это всё, классно, вот, даже заканчивать как-то эфир не хочется, в принципе, я рассказала то, что я хотела, сохраню, наверное, да, этот эфир, возможно, позже удалю, не знаю, вот, но в любом случае, спасибо, что были со мной, спасибо за то, что пишете добрые слова, возможно, как-то в сторис ещё раскрою эту тему, ну, какие-то моменты, да, может, вопросы позадавайте, может, что-то вам будет интересным, так что всем спасибо большое, буду заканчивать прямой эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!